Украинцы это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Российские пропагандисты прямо признали, что украинцы нужны России исключительно как расходный материал и пушечное мясо для будущей войны с НАТО. В частности, об этом достаточно откровенно заявил бывший министр информации ДНР Данил Бессонов, который, как очевидно из названия его должности, отвечал за промывку мозгов населения на оккупированных территориях Донбасса. Бессонов прямо назвал украинцев мобилизационным ресурсом, который необходим России для будущей войны с НАТО. Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Ну это объективно так. И это опытный мобилизационный ресурс на данный момент. Как видим, пропагандисты даже не скрывают, для чего России нужна Украина, зачем Москве нужны украинцы. Конечно же, вовсе не для того, чтобы кого-то тут защищать и освобождать. Ну, конечно же, нет. Наоборот, им просто нужен расходный материал. Украинцы им нужны в качестве топлива будущей войны, которую вот эти вот полоумные фанатики уже мечтают развязать. Да, еще эта война не закончилась, а они уже мечтают о следующей. Они уже как бы открыто все это несут в эфир. И это очень важное признание. На самом деле важно, потому что оно развеивает последние иллюзии, если они у кого-то еще были. Если кто-то надеялся, что, знаете, давайте там говорили, да, сдадимся России, чтобы там, по крайней мере, люди не погибали, там худой мир лучше войны, наконец-то там все закончится. Да, так вот, не закончится. Смотрите, сами же вот эти российские пропагандисты, идеологи этой войны, они же прямо говорят, что да нет, не закончится, наоборот, только начнется. Потому что, как только Россия закончит войну с Украиной, она будет развязывать следующую войну, в которой уже украинцев они собираются использовать как расходный материал, как мобилизационный ресурс вместо себя. То же самое, вот один в один с тем, что они сделали на Донбассе в 2022 году. Тогда же ведь помните тоже, жители Донбасса, многие, да, сторонники России, радовались, когда Путин признал ДНР, так называемое, да, когда вел войска в Украину, кричали, ну, наконец-то, сейчас-то все закончится, закончится вот эта война, которая длилась 8 лет. А что получилось, наоборот, началась новая, гораздо более страшная мясорубка, в которой как раз жители Донбасса стали основным расходным материалом, где реально десятки тысяч людей без всякого обучения просто наловили на улицах и погнали в мясные штурм без жалости, вообще не парясь по поводу того, что с ними будет и какая судьба их ждет. То же самое они теперь мечтают проделать уже в масштабах всей Украины, совершенно открыто об этом говорят, прямо в своих вот этих стримах, но очень важно, чтобы сейчас как бы Европа вот это все видела и понимала, да, что какие планы Россия строит и сейчас противодействовала им. Очень важно, чтобы сейчас европейцы наконец-то осознали, что столкновение по сути с Россией не избежать. То есть если Россия захватит Украину, а она уже украинцев использует как мобилизационный ресурс, все равно будет столкновение с НАТО. Поэтому дешевле реально сейчас даже вплоть до того, чтобы ввести какие-то ограниченные контингенты в Украину своих войск, ввести по максимуму там технику и вооружение и сейчас отбить атаку России, пока украинцы не стали вот этим мобилизационным ресурсом в войне с НАТО. А вы видите, что россияне, они ведь не нужно относиться к этому снисходительно, да, так легкомысленно, что вот какие-то клоуны там ляпают языком. Нет, вот именно эти же самые люди, они точно так же годами пропагандировали войну с Украиной и готовили российское общество к этому такими заявлениями, да. И тоже мы смеялись там многие над ними, говорили, это не серьезно, это какие-то клоуны, то, что они говорят, это чушь, но все, что они, все их призывы, к чему они призывали, все это воплотилось в реальность. Сейчас они говорят про войну с НАТО и многим тоже кажется, что это чушь, но нет, они озвучивают методичку, они озвучивают методичку, чтобы готовить население России к вот этой будущей войне с Европой. И Европа не должна относиться к этому легкомысленно, а должна реагировать прямо сейчас. Поэтому важно, конечно, всякие, все вот эти заявления переводить на другие языки, на английский, на другие европейские языки и максимально распространять, чтобы люди везде во всем мире слышали, понимали, знали, к чему российская пропаганда сегодня призывает, к чему готовит Россию. Поэтому я призываю вас оставлять лайки, комментарии, делиться этим видео. Я сам тоже буду распространять эти ролики с английскими субтитрами везде, где только могу. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно, здесь мы поднимаем, как видите, очень важные темы. Субтитры сделал DimaTorzok